Друзья, в наши руки попал флагманский смартфон компании LG с интегрированным искусственным интеллектом и впечатляющим звучанием. Называется он LG G7 ThinQ. LG G7 ThinQ получил приятный дизайн с обтекаемыми формами. Задняя стенка выполнена из стекла Gorilla Glass 5, а боковая рамка из металла. Соответственно, смартфон довольно скользкий. Корпус не только защищен от воды и пыли по стандарту IP68, но и имеет защиту от ударов и падений по требованиям Military Standard 810G. Гибридный разъем для карточек врезан в верхний торец корпуса. Справа находятся кнопки включения и регулировки громкости. Слева клавиша для вызова Google Ассистента. Динамик выведен в нижний торец. Там же располагаются отверстия разговорного микрофона и разъем USB Type-C. Отрадно, что и аудиовыход на наушники в смартфоне присутствует. Передняя панель получила стандартный светодиодный индикатор событий над экраном, что похвально. В экране используется матрица IPS. Соотношение сторон 19,5 к 9, диагональ 6,1 дюйма, а разрешение 3120 на 1440. Экран имеет очень высокую яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами. Также к достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, высокий контраст, отличную равномерность черного поля и приемлемый цветовой баланс. К недостаткам можно отнести завышенный цветовой охват. На тыльной стороне расположены модуль сдвоенной камеры со вспышкой и лазерным целеуказателем, а также круглая площадка сканера отпечатков пальцев. Основная камера использует два датчика. Основной датчик – это матрица с разрешением 16 Мп. Ее объектив имеет диафрагму f1.6 и угол обзора 71 градус. Дополнительная камера имеет такое же разрешение, но у нее объектив широкоугольный – 107 градусов, а диафрагма у него f1.9. Камера оснащена быстрым фазовым автофокусом, вспышка довольно яркая. Помимо портретного, автоматического и ручного, есть еще несколько специфических режимов, таких как съемка еды, например. И за работу камеры здесь отвечает так называемый искусственный интеллект. Например, за идентификацию сцены и применение к ней соответствующих настроек ИИ распознает 19 сценариев съемки. То есть, наведя камеру на еду, зелень, здание и так далее, камера не только сообщает об этом в текстовых подписях прямо на экране видоискателя, но и накладывает соответствующие, по ее мнению, фильтры. Получается всегда неестественно, но функции AI Cam включать не обязательно. Есть штатная возможность съемки в RAW. По качеству съемки камера LG G7 ThinQ хороша, но до общепризнанных лидеров не дотягивает. Видео можно снимать в формате 4К при 30 фпс. Есть режим съемки с кадровой частотой 60 фпс в разрешении 1080p. Есть и оптическая стабилизация при съемке видео, но работает не во всех режимах. В целом, качество видеосъемки впечатляет. Детализация, резкость, работа автофокуса в норме. Слегка напрягают только ненатуральные, слишком перенасыщенные едкие краски. Звук при этом записывается чисто. Система шумоподавления работает адекватно, искажений не дает. В G7 ThinQ установлен тот же продвинутый четырехканальный Hi-Fi ЦАП QuadDuck компании ESS, что и в LG V30. Так что звучит смартфон качественно. Для музыки используется собственный проигрыватель со множеством настроек. LG G7 ThinQ работает на однокристальной системе Snapdragon 845 с 8 процессорными ядрами с максимальной частотой до 2,8 ГГц. За обработку графики отвечает мощный видеоускоритель Adreno 630. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а для внутреннего хранилища отведено 64 ГБ. Также есть возможность установки карт памяти. Одно из самых мощных решений для смартфонов демонстрирует в седьмой версии Antutu более 250 тысяч очков. В Geekbench 2400 и почти 9000 очков. В игры можно играть любые. Даже с самыми требователями система справляется легко на максимальных настройках. Смартфон работает под управлением 64-разрядной операционной системы Google Android версии 8.0 с собственной фирменной оболочкой. Эта модель стала первой в серии G со значком Thank You в названии, которым обозначаются все устройства LG, включая электронику, бытовую технику и приложения с поддержкой платформы искусственного интеллекта, обеспечивающие практические преимущества для пользователей. Google Assistant, для которой выделена отдельная кнопка, может распознавать голосовые команды на расстоянии до 5 метров, выделяя знакомый голос из шума. Кроме того, смартфон с помощью ИИ научился идентифицировать текст при посещении веб-сайтов, для добавления визитной карточки в контакты, внесения событий в календарь или поиска пункта меню ресторана. Смартфон поддерживает работу в сетях LTE во всех трех диапазонах, используемых российскими операторами, для навигации используется GPS, GLONASS и Beidou. Есть Bluetooth 5.0, NFC, а также реализована поддержка обоих диапазонов Wi-Fi. Поддерживается VoLTE. На практике аппарат уверенно регистрируется в беспроводных сетях мобильных операторов, демонстрирует высокие скорости передачи данных. Встроенная батарея емкостью в 3000 мАч обеспечивает устройству достойный уровень автономности. Смартфона хватит где-то на 9,5 часов просмотра видео или на 6 часов игр. Заряжается батарея за 1 час 40 минут. Поддерживается беспроводная зарядка. LG G7 ThinQ официально представлен на российском рынке. За аппарат с 64 гигабайтами памяти просят 60 тысяч рублей. Цена соответствует стоимости самых дорогих смартфонов от лидеров рынка. В итоге перед нами довольно безликий, хотя и очень мощный смартфон. К плюсам можно отнести яркий экран и звучание, едва ли не лучшее в мире. К минусам – отсутствие тех уникальных черт, которые раньше выделяли смартфоны LG на рынке. Субтитры создавал DimaTorzok